Здравствуйте! На сегодняшней лекции мы рассмотрим следующие возможности редактора геометрии, которые присутствуют в всей Steam Microwave Studio, а именно возможность использовать плоские кривые. Инструменты, связанные с плоскими кривыми, чрезвычайно расширяют возможности редактора до практически безграничных. Давайте создадим пустой проект и перейдем в панель инструментов моделинга. Смотрите, тут есть область под названием Curves. Если мы нажимаем на выпадающую стрелку, мы видим основные инструменты, связанные с использованием плоских кривых. Все плоские кривые по умолчанию создаются на плоскости x, y, которая, напомню, отрисовывается, на которой, напомню, отображается вот такая вот вспомогательная сетка, которую можно включить или выключить во вкладке View. Давайте пока оставим включенную сетку. Вернемся во вкладку Modeling и в панели Curves создадим, например, для начала прямоугольник. Опять же, изначально CST предлагает нарисовать его вручную, но мы пропустим этот пункт и введем параметры с клавиатуры. Например, давайте создадим следующее, от минус 5 до 5, от минус 3 до 3. Можно нажать на кнопку Preview, посмотреть, что будет. Нажмем OK. Увидим вот этот прямоугольник. Смотрите, здесь в дереве проекта есть трехмерные объекты, помещались в папку Components. Кривые помещаются в папку Curves. После того, как мы создали первую кривую, у нас появилась Curve 1 и в нем Rectangle 1. Он расположен в плоскости XY. Давайте теперь, ну тут понятно, что первые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 пунктов в меню Curves это обыкновенные примитивы, названия которых говорят сами за себя. Давайте создадим, например, теперь круг. Вернее, окружность. Переходим ко вводу параметров. Создадим окружность радиусом, например, 3. Тут поставим 3. Нажмем Preview, посмотрим, что получилось. У нас есть окружность, пересекающая наш Rectangle. Нажимаем ОК. Теперь у нас есть два объекта. Посмотрим, что можно сделать с двумя объектами. Значит, булевые операции для непосредственно булевые операции, как они были доступны для трехмерных объектов, для кривых недоступны. Но есть их аналог, а именно инструмент Trim. Давайте откроем меню Curves. Давайте выберем одну из кривых, например, круг окружности и войдем в меню Curves. У нас стал доступным пункт Trim Curves. Нажимаем на него и видим подсказку. Выберите кривую, которую мы будем обрезать при помощи окружности 1. Наводим мышку на кривую. Она подсвечивается оранжевым. Это не очень, к сожалению, удобно сделано. Можно выбрать здесь, здесь в списке. Значит, мы выбрали вторую кривую, нажимаем, подсказка предлагает нам нажать ввод, чтобы завершить операцию. Теперь нужно выбрать те сегменты кривой, которые мы хотим удалить в результате этой операции. Например, давайте удалим вот этот вот сегмент. Мы наводим на него мышку и он подсвечивается. Он исчез. Давайте удалим теперь вот этот сегмент. После того, как мы завершим операцию, завершим все операции, можем нажать на ввод, чтобы подтвердить изменения. Или на Escape, чтобы вернуться к неизменным кривым. Давайте начнем на ввод. Что получилось? Получилось, что мы при помощи инструмента Trim вырезали из... Давайте отключим сетку. При помощи инструмента Trim вырезали из куска, из ректангла, кусок окружности. В каком-то смысле это аналог булевой операции, только несколько более сложно выполняем. Что мы можем еще сделать? Значит, мы можем... Есть аналог операции Blend, то есть скругление углов. Аналог для кривых. Давайте выберем, перейдем в режим Pix и выберем, например, две вершины. Вот эту и еще раз вот эту. Теперь вернемся в меню Curves. Здесь у нас стал доступен пункт Land Curve, то есть скруглить угол у кривой. Давайте здесь видим радиус, например, два. Смотрим, что получается. Нет, два много. Давайте видим радиус один. Смотрите, мы получили то же самое, ту же самую операцию, которая у нас была доступна для трехмерных объектов, а именно скругление углов. Заметьте, что у нас появились... Кривых становится все больше и больше. Они не объединяются в одну кривую, остаются в виде, то есть в виде отдельных кривых в списке. Пока они находятся в одной папке в разделе кривые, они все рассматриваются как одна кривая. Смотрите, что можно еще сделать. Можно, например, удалить какой-нибудь из сегментов кривой. Идем в меню Curves и выбираем пункт Delete Segments. Мы можем выбрать какой-то сегмент и дабл-кликом его удалить. Вот мы получили. Таким образом у нас была только что замкнутая кривая, а теперь стала незамкнутая кривая. Что можно делать дальше? Мы нажимаем отмену, чтобы выйти из этого режима. Или ввод, чтобы подтвердить, сохранить результаты. Что можно делать дальше? Кривые сами по себе не участвуют в моделировании в CST Studio. Используются только в качестве вспомогательных объектов. Чтобы они участвовали в электродинамическом моделировании, нужно превратить их в трехмерные объекты. Самое простое. За это отвечает вот это вот меню в вкладке Modeling в области Shapes. Нажимаем на выпадающий список и видим четыре пункта Create Shape from Curve. Выберем второй пункт Cover Curve. Что это значит? Мы выбираем кривую. Вот она здесь уже сразу выбралась автоматически, так как она единственная. Нажимаем ввод и получаем плоский объект. Трехмерный объект, но не кривая, а как бы объект. Мы получили объект нулевой толщины, который состоит из материала, который мы выбрали. Вот видите, мы кривую превратили в следующий объект. Это может быть полезно, например, если вы собираетесь сделать какие-нибудь, моделировать объекты на печатной плате. Как я уже говорил, проводники на печатной плате можно моделировать в качестве плоских объектов нулевой толщины. Давайте нажмем отмена и вернемся к кривой. Давайте теперь удалим. Я продемонстрирую, что применение операции cover предполагает некоторые условия. Давайте удалим один из сегментов. Например, выберем эту кривую и выберем curves delete segments. Удалим вот этот вот сегмент. Нажмем на ввод. Сегмент удален. Если мы теперь попробуем снова применить операцию cover, выберем наш объект. Нажмем на ввод. Мы видим ошибку. Выбранная кривая не является закрытой и плоской. Операцию cover, то есть превращение в плоский объект, можно применять только к замкнутым кривым. Если кривая разомкнута, как она в данном случае разомкнута, или не лежит в одной плоскости, операция cover выполнена не будет. Давайте нажмем отмену. Нажмем escape для выхода из этого режима. Нажмем отмену. Установим первоначальный вид нашей кривой. Какие есть дальнейшие операции, которые можно... простые операции, которые можно применить в данной кривой. Следующая операция это extrude. Выберем основу в меню shapes, выберем упадающий список, выберем Extrude Curve. Выберем кривую здесь из списка. Нажмем ввод. Здесь появляется следующее меню. Что такое Extrude? Если cover превращает замкнутую плоскую кривую в тонкий двумерный объект, то Extrude превращает кривую, на которой накладываются те же самые ограничения, что для инструмента cover, превращают ее в объект ненулевой толщины. Давайте здесь введем толщину. Extrude в данном случае все равно что выдавливание. И вот здесь около голубой стрелки указывается направление, в котором будет выдавлен, продолжим этот объект. Давайте здесь можно задать толщину в единицах, в тех же единицах измерения, что и везде. Нажмем на preview. Мы увидим трехмерный объект, который получился при помощи выдавливания в эту кривую. Нажимаем ok. Вот смотрите, мы получили трехмерный объект. В папке components появился component 1 и в нем появился solid 1. Есть также дополнительные опции при выполнении операции Extrude. Можно задать угол поворота. При этом это означает, что кривая по мере выдавливания в направлении указанным голубым вектором будет еще прокручена вокруг своей оси назад и на угол. Давайте зададим угол 45 градусов. Нажмем preview. Нажмем ok. Смотрите, теперь видно, что эта кривая не просто выдавлена, а еще и прокручена. Давайте есть также еще один инструмент здесь. Давайте поставим угол поворота равно нулю, Twist Angle и выберем Taper Angle. Это означает, что фигура будет сходить, сужаться или расширяться на задан угол. Давайте поставим, например, 10 градусов. Нажмем preview. Что мы видим? Мы видим, что фигура расширилась вот так вот. И стала такой вот расширенной. И угол образующей линии здесь, в этом как бы конусе и тот, который мы задали. Давайте теперь вернемся назад к нашей кривой. Посмотрим, что с ней еще можно сделать. Следующий инструмент это Sweep. Я не знаю, как можно перевести на русский язык это название. Давайте создадим еще одну кривую. В папке Curves выберем New Curve и создадим в нем дугу. Я сейчас покажу, как создавать дуги окружности. Здесь в Curves, в списке примитивов, есть примитив ERC, то есть дуга. Нажимаем опять Escape, переходим в редактирование. Какими параметрами в CST Microwave Studio задается дуга? Она задается параметрами центр, координаты центра. Она задается, значит, плюс к тому задается одна точка на дуге, то есть ее радиус. Давайте выберем, например, 5 или равном 5. И углом. Выберем угол 180 градусов. Нажмем Preview. Посмотрим, что получилось. Получилась вот такая кривая. Нажимаем OK. Теперь у нас есть две кривых. Curve1 и Curve2. Curve2 состоит из дуги. К кривым можно применять все те же самые операции, которые мы применяли к трехмерным объектам. В смысле перемещения, обращения и так далее. Давайте сделаем следующее. У нас сейчас все объекты, как мы можем видеть, включив сетку, лежат в плоскости. Давайте повернем эту кривую, чтобы она не лежала в плоскости XY, а лежала в какой-то другой плоскости. Давайте выберем операцию Rotate. Которую Rotate вдоль оси Y на 90 градусов. Нажимаем Preview. Видим следующую картину. Теперь давайте подвинем нашу кривую, чтобы вот этот конец дуги совпадал с этой точкой. Это можно делать при помощи операции Transform. По-моему, надо на 10 единиц подвинуть. Нет, значит на 5. Чтобы они совместились. Вот, 5. Отлично. Вот, у нас кривые совместились. Теперь у нас есть две кривые, которые лежат в разных плоскостях. И теперь вернемся в папку Modeling. И в меню вот это вот в Shapes. И выберем Sweep Curve. Значит, смотрите. Подсказка первая. Предлагает сначала нам выбрать кривую, к которой мы будем применять операцию Sweep. Здесь нужно выбирать не в дереве, а непосредственно в редакторе. Наводим курсор мышки на кривую. Она подсвечивается желтым. Делаем Double Click. Она выделена. Теперь, значит, нажимаем Ввод, чтобы перейти к следующей операции. Следующая операция. Выбрать кривую Путь. Путь у нас это вот наша дуга. Наводим мышку на дугу. Делаем Double Click. Дуга выделена. И смотрите. Вот теперь мы видим объект, который создается. Нажимаем OK. И можем рассматривать объект, который мы создали при помощи операции Sweep. Видите, мы взяли нашу кривую и протащили ее в пространстве вдоль второй кривой, которая играет роль пути. В результате мы получили интересную форму объекта. Из одной кривой получили другую кривую. Из одной кривой взятой в качестве базовой кривой и второй кривой взятой в качестве пути мы получили трехмерный объект. Совершенно замечательная, на мой взгляд, форма. Опять же, в процессе создания этого объекта мы могли задать какой-то угол, или угол поворота, или угол сужения или расширения. Хочу заметить, что не для всех параметров, которые мы вводим, возможно получение результата. Например, давайте введем весь угол 45 градусов, нажимаем на preview. Так, ничего не случилось. Ну, 80 градусов. Все равно ничего не случилось. Хорошо, давайте здесь поставим... Во всяком случае, возможны такие неудачные комбинации параметров, при которых создание фигуры будет невозможно. Вот, смотрите. Мы ввели угол закручивания вдоль пути 45 градусов и получили следующую ошибку. Операция не удалась, возникли самые пересечения объекта. Поэтому хочу сказать, что здесь, в операциях, связанных с кривыми, результат существует не для любого набора параметров. Если вы получаете такую ошибку, вы должны проверить, возможно уменьшить какие-то параметры, чтобы они не приводили к возникновению ошибки. Давайте вернемся, поставим, если здесь не поставим, то поставим 5 градусов. Вот, self-intersection не произойдет, видите. Эта кривая при движении вдоль пути повернулась на 5 градусов относительно своего условного положения. Мы получили такую еще более странную фигуру. Хорошо, давайте теперь удалим этот объект и перейдем к следующей операции. А именно операции LOFT. Давайте создадим прямоугольник и эллипс. Плоский, кривые прямоугольник и кривую эллипс. Например, минус 3, 3, 5, 5. Ок. Мы создали прямоугольник на плоскости XY. Теперь давайте создадим эллипс. Воспользуемся здесь опять же примитивом эллипс. Введем параметры. Значит, эллипс определяется своими полуосями и центром. Тут тоже будет 5, а тут 3. Нет, давайте отменяем их. Местами тут 3, а тут 5. Вот, мы создали эллипс. Давайте теперь переместим его из плоскости X и X, из плоскости Z равная 0 в другую плоскость. Вдоль оси Z. Например, на 5 единиц. Смотрите, мы получили два объекта. Теперь я продемонстрирую, как работает инструмент LOFT. Он позволяет плавно трансформировать кривую из одной кривой в другую. Давайте снимем все выделение и вернемся в этот выпадающий список. Выберем инструмент LOFT. Значит, подсказка предлагает дабл кликом добавляйте кривые в список. Выберем первую кривую, потом вторую кривую. После того, как мы выбрали две кривых, мы можем нажать ввод, чтобы закончить. Или добавлять еще кривые. Минимальное количество кривых для операции LOFT 2. Нажимаем ввод. Можно выбрать путь или пропустить этот металл. Мы оказываемся в следующем меню. Он показывает нам, что получилось. Смотрите, мы получили фигуру, трехмерный объект, который представляет собой плавный переход от эллипса к прямоугольнику. Здесь стоит галочка minimize twist, что означает минимизировать скручивание. Если мы его снимем, то мы, скорее всего, получим ошибку. А так, получаем следующий трехмерный объект. Нажимаем на ОК. Смотрите, мы действительно видим объект, который представляет собой плавный переход от эллипса, вписанного в прямоугольник, к прямоугольнику. Можем при помощи секущей плоскости посмотреть, как он выглядит на разных уровнях по Z. Смотрите, в самом низу это просто прямоугольник. Потом у него он начинает потихонечку скругляться, скругляться, скругляться. И, наконец, в верхней точке он полностью превращается в эллипс. Зачем может быть нужен такой объект? Ну, например, если вы хотите смоделировать переход между волноводами двух от двух разных форм. Прямоугольного, например, и вместо такого бывает эллиптического. Вот. Значит, этот инструмент также работает только с замкнутыми плоскими кривыми. Давайте удалим получившийся объект и перейдем к рассмотрению следующего инструмента. Следующий инструмент это 3D полигон. Открываем меню Curves и выбираем... Вот видите, здесь первый раздел это двумерные кривые. Это кривые, лежащие на плоскости. Ну, уж как-то сложно говорить про двумерные или трехмерные кривые. Потому что кривые представляют собой объекты одномерные по определению. Но первая часть предполагает кривые, лежащие на плоскости. А вторая часть предполагает трехмерные кривые. Кривые, не лежащие на плоскости, а находящиеся, у которых все три координаты изменяются. А не только первые две. Значит, давайте выберем трехмерный полигон. Опять нужно отмену, чтобы попасть в меню редактирования. Здесь мы можем задать последовательность точек. И будет создан трехмерный многоугольник. Трехмерная ломаная кривая. Как она может быть как замкнутой, так и не замкнутой. Которая имеет в качестве своих узлов точки из списка. Давайте создадим вот такую вот кривую. Она будет, в общем, плоская. Но ничто не мешает нам изменять координаты z. Видите, по мере ввода координат мы видим узлы этой ломаной линии. Вот смотрите. Табс. Дальше координаты. Продолжаем ввод координат. Продолжаем. Продолжаем. Что мы здесь получили? Мы здесь получили замкнутую плоскую кривую. Описанную значениями координат углов. Если мы нажмем ОК, мы получим вот такую кривую, которую мы можем, например, использовать вместе с инструментом Cover для получения, например, каких-либо объектов на печатной плате. Это самый простой способ параметрически задавать объекты, задавать геометрию печатной платы, потому что, как вы помните, в любом поле, в котором можно ввести число, можно также ввести параметр или выражение. После этого легко изменять геометрию. Давайте вернемся на шаг назад. У нас удалилась кривая. Давайте создадим кривую заново, к сожалению. Кривая удалилась. Мы создадим ее заново. Здесь есть очень мощная возможность, а именно можно экспортировать или импортировать координаты таких вот объектов. 2D-полигон и 3D-полигон. Сейчас я покажу, как это работает. Снова создаем такую же кривую. Ставим. Снова создаем такую же кривую. Снова создаем эту кривую. Так, мы снова создали Q, которая у нас потерялась. Теперь можем нажать на кнопку «Импорт-экспорт». И у нас открывается меню, которое позволяет сохранить координаты кривой или загрузить координаты кривой. Давайте сохраним координаты кривой. Он предлагает сохранить их в папку документы в текстовом формате. Давайте создадим следующий текстовый файл. Нажмем кнопку «Сохранить». Теперь смотрите, теперь у нас в папке документов, по пути, который мы сохранили, появился файл текстового файла, который имеет чрезвычайно простую структуру. Здесь просто переписаны через пробел и в новую строку описаны все точки. Такой файл элементарно совершенно сгенерировать при помощи, например, MATLAB или Python или любой другой язык программирования. Таким образом, мы можем задавать такие вот геометрические объекты извне редактора CST Microwave Studio и импортировать их туда при помощи кривой. Мы сохранили. Окей, вот мы получили снова такую замкнутую ломаную. Также можно задавать не только ломаную, но и сплайны. Помните, что сплайн строится по... Сплайн — это гладкая кривая, которая соединяет заданные точки. Давайте откроем меню Curves и теперь выберем не 3D полигон, а 3D сплайн. Нажимаем «Отмену». Мы оказываемся точно в таком же редакторе, как и для 3D полигона, который мы создали ранее. Давайте теперь загрузим список точек при помощи кнопки «Import Export». Выберем «Load From» и выберем файл «Полигон 1». Мы загрузили файл «Полигон 1» и видим теперь забавную кривую, которая представляет собой сплайн, построенный на заданных точках. Вот она, 3D сплайн. Эта кривая проходит через все точки нашего полигона, но при этом проходит гладко. Можно, например, в качестве эксперимента передвинуть один из наших двух полигон, нажать «Ок» и дальше применить к ним операцию «Loft», чтобы увидеть фигуру, которая плавно переходит из сплайна в ломаную. Вот, смотрите. Это по одному тому же набору точек здесь задано ломаная, здесь задано сплайн. И все это можно делать при помощи списка точек. Давайте заметим, значит, перейдем к следующему, значит, удалим эти объекты и перейдем к следующему инструменту. Следующий чрезвычайно мощный инструмент редактирования плоских кривых – это кривых, это аналитическая кривая. Выбираем здесь пункт аналитическая кривая, а получаем вот такое вот окно редактора. Здесь можно задать кривую в виде параметрической, в виде трех уравнений. В параметрическом виде, в виде трех уравнений, значит, у нас параметр T, изменяющийся вдоль кривой. И здесь мы можем писать выражение для зависимости координат от параметра. Давайте, например, введем следующее. Пять на синус T, пять на косинус T, здесь просто T, а здесь, например, от нуля до T3 умноженное на 2π. Окей. Что мы получили? Ну, вы видите, мы получили трехмерную винтовую линию, которая задается в параметрическом виде, в точности теми уравнениями, которые мы описали. Эту линию можно также использовать для тех операций, о которых мы говорили раньше. Например, свип. Давайте создадим прямоугольник маленький. Например, от минус единицы до единицы, от минус единицы до единицы. Окей. Вот. И попробуем провести, применить к нему операцию свип вдоль данной кривой. Что нужно отметить? Прямоугольник должен, не может, находиться как угодно в пространстве. Чтобы операция прошла успешно, он должен каким-то образом прилегать к началу этой кривой. Давайте пробуем, давайте его переместим, можем даже вручную. И повернем вдоль собственного начала координат. Вдоль собственного центра. Окей. И теперь применим операцию свип. Свип-керф. Выбираем что. Теперь выбираем путь. И смотрим. Вот видите, мы получили вот такую вот замечательную фигуру. Что-то вроде пружины. Полученные за счет перемещения нашего прямоугольника вдоль заданного пути. Хочу отметить еще одну возможность CST. Редактор CST Microwave Studio. Если у нас есть трехмерный объект. Мы всегда можем создать кривую из его, из любой из его, из ребер. Давайте выберем PIX. И выберем вот это вот, например, одно из этих вот, это вот ребро. Теперь идем в меню Curves. И из выпавшего списка выбираем пункт Selected Edges. И здесь нажимаем ОК. И мы в результате получили кривую, которая представляет собой копию ребра трехмерного объекта. Мы можем удалить трехмерный объект. А кривая, которая является его ребром, осталась. Теперь давайте перейдем к самому, пожалуй, высшему пилотажу, если так можно выразиться. В редактировании, в редакторе CST Microwave Studio, основанного на кривых. А именно создадим трехмерный Solid Объект полностью из поверхностей. Которую мы, в свою очередь, перед этим создадим из кривых. Давайте, например, создадим следующую аналитическую кривую. x будет равен sin t, y будет равен t, взятый будет равен нулю. t будет меняться от нуля до 2π. Ну, это просто один период синусоида. Давайте теперь создадим... Что мы хотим сделать? Мы хотим создать объем трехмерный параллепипед, который, к тому же, является Solid Объектом. Которого бы одна из граней была не плоской, а представляла собой поверхность, которая задается таким вот, описывается таким вот синусоидальным законом. Давайте создадим такой объект. Следующее. Значит, одну из кривых создали. Теперь давайте создадим 3D-полигон. Который будет представлять собой второе ребро. От нуля точек 0, 0, 0 до точки 0, 0, 3. Окей. Так. Следующий шаг. Чтобы создать верхнюю поверхность нашего объекта трехмерного будущего, применим операцию Sweep. Значит, выбираем Sweep. Выбираем так. Ага. Значит, смотрите. Чтобы применить операцию Sweep, объекты, вот эти два примитива, должны находиться в разных кривиях. Давайте изменим кривую. Из Curve 1 в Curve 2. Окей. И повторим то же самое. Операцию Sweep. Выбираем что Sweep. Нажимаем. Теперь выбираем путь. Нет. Давайте еще раз попробуем. Sweep Curve. Что? Вот. Теперь путь. Куда? Отлично. Нажимаем ОК. Вот так мы создали плоскость. Не плоскость, а поверхность трехмерного пространства. Дальше. Следующий шаг. Выбираем Picks. Выбираем вот эту вот кривую. Выбираем Curves. Выбираем Selected Ellos. Получили копию кривой. Давайте теперь создадим нижнее дно нашего трехмерного объекта. Сразу при помощи инструмента Brick. Введем следующие координаты. Минус три. Минус три. От нуля до двух пи. Пи. И от нуля до трех. Это дно будущего объекта. Снова выберем инструмент Picks. Выберем вот это вот ребро. И снова применим инструмент Selected Edges. ОК. Выберем Curve 2. ОК. Теперь у нас получилось две вот таких кривых. Давайте воспользуемся теперь инструментом Loft. Чтобы заполнить эту стенку. Выберем одну. Значит, перейдем сюда. Выберем инструмент Loft. Выбираем первую кривую. Выбираем вторую кривую. Нажимаем Ввод. И еще раз ОК. Смотрите, мы получили стенку. Наш объект обзавелся стенкой. С другой стороны стенка такая же. Поэтому воспользуемся просто операцией Translate плюс Copy. Ставим вилочку. Какой? Copy. Translate. На Z. В направлении минус три. Проверим. Отлично. Мы получили... У нас осталось создать только две стенки. Давайте выберем PIX. И выберем три вершины вот этого будущего прямоугольника. Мы выбрали три вершины. Теперь можем открыть инструмент Brick. И он нам предложит прямо-таки создать прямоугольник по этим трем вершинам. Смотрите, получили прямоугольник. Получили Brick. Объект нулевой толщины на заданных вершинах. Снимаем выделение. Сделаем выделение у нас на этой стороне. Точно такой же. Снова выбираем инструмент Brick. По заданным координатам нажимаем ОК. Смотрите, что мы получили. Мы получили плоские объекты, которые задают стенки нашего будущего трехмерного solid объекта. Но пока он им не является. Давайте выберем все эти объекты созданные. И нажмем на кнопку Add Minibullion. Получим объект, который по-прежнему представляет собой коробочку. Он состоит из тонких стенок. Не является solid объектом. Как же нам получить из него solid? Редактор в CST руководствуется следующим правилом. Когда он видит поверхности, образующие замкнутый объект, он сразу автоматически переводит его в разряд solid. Solid объекты для редактора являются приоритетными. Но он не перевел объект в объект solid. Почему? Значит в нем есть какая-то проблема. Решением проблем с геометрией занимается меню Shape Tools. Открываем это меню. Здесь оно находится во вкладке Modeling в области Tools. Оно содержит множество крайне небанальных инструментов. Все инструменты в рамках курса будут обсуждать явно излишне. Мы воспользуемся только самыми простыми объектами. Во-первых, можно выбрать пункт Run Diagnostic, чтобы проверить объект на наличие каких-либо в нем ошибок. Нажимаем Run Diagnostic и видим, что All Selected Shapes are Valid. То есть все вроде бы хорошо, но он не превращается в Solid объект. Снова открываем Shape Tools и выбираем здесь Face Operations. Чаще всего, когда мы пытаемся получить Solid объект, собрав его из стенок, у нас есть просто проблема с направлением нормалей. Понятно, что у Solid объекта все нормали смотрят наружу. А здесь, вероятно, часть нормалей к всем поверхностям смотрят в разные стороны. Тут есть замечательный... Вот тут в меню Face Operations есть замечательный пункт Repair Face Orientations. Исправить направление нормалей. Нажимаем на него и видим странную картину. С одной стороны, наш объект перешел в разряд Solid, но с другой стороны, он выглядит как будто вывернутый наизнанку. Что это означает? Это означает, что все нормали теперь смотрят вовнутрь, хотя должны смотреть наружу. Снова в медиум в меню Shape Tools выбираем Face Orientations и выбираем Reverse Faces of Selected Shape. Смотрите, все нормали были теперь переведены в нужную сторону и смотрят наружу. Мы получили... Смотрите, значок объекта стал такой, что это Solid объект. Смотрите, мы получили Solid объект, заданный частично вручную, частично при помощи уравнения. Таким образом, вот мы получили Solid объект. Есть еще некоторые возможности, связанные с редактором кривых, но рассматривать их в рамках данного курса будет, наверное, излишним. Из-за того, что они достаточно редко используются. Хочу обратить внимание вот еще на какую возможность. Во вкладке Modeling есть меню Import Export. Оно позволяет импортировать и экспортировать трехмерные файлы в редактор. Честно сказать, все файлы, описывающие трехмерную геометрию, можно разделить на две категории неравные. Одна первая категория это объекты, это файлы, в которых это описание геометрии при помощи, аналитическое описание геометрии при помощи кривых поверхностей и так далее. И второй тип это основывается на треангуляции. Все поверхности представляются в виде треугольников и просто сохраняется последовательность координат всех треугольников, описывающих всю геометрию в объеме. Второй формат. Если треугольники достаточно малые, понимаете, они будут незаметны и для целей, например, визуализации или формирования файла для 3D-печати, триангулированные объекты подходят вполне. А вот для целей последующего редактирования триангуляция является излишним, вредной операцией, но это как можно провести аналогию между растровыми и векторными файлами для 2D-графики. Файл, растеризованный, можно напечатать, можно отобразить на экране, но возможности его редактирования по сравнению с векторным форматом намного-намного меньше. Импортировать можно большее количество форматов, чем экспортировать. Экспортировать многие из этих форматов, которые здесь перечислены в качестве доступных форматов для импорта, по-моему, уже мало кем используются. Но вот экспорт можно делать для трехмерных файлов. Для экспорта доступно намного меньшее количество форматов файлов, чем для импорта. Для нас наибольшим интересом могут представлять форматы файла STL и PAV. STL создает триангулированный файл, который потом мы можем использовать для 3D-печати в любой программе, которая создает задание для 3D-принтера. Открываем экспорт в STL. Здесь я советую поставить качество на максимально возможное. При этом будет создан достаточно большой файл, но при этом вся геометрия будет передана точной. Выбираем экспорт в STL и нажимаем сохранить. Он сохраняется. Можем создать новый проект. И загрузить, импортировать этот файл, посмотреть на что это похоже. Моделинг. Теперь выбираем импорт-экспорт. Здесь выбираем импорт. STL. Выбираем наш файл. И вот смотрите. Вот мы загрузили тот же самый, казалось бы, объект, который экспортировали здесь. Но если здесь вот эта поверхность представляет гладкую поверхность аналитически, то здесь, как вы видите, она интерполирована большим количеством треугольников. Можно в View Options выбрать Wireframe, который показывает представление объекта в виде... В представлении объекта вставляет только ребра. Мы видим, что гладкая поверхность здесь приближена при помощи кусочков плоскостей. Но, тем не менее, этот файл можно использовать для печати на 3D-принтере. И еще один формат полезный для экспорта, опять же, это PAW. Выбирая этот формат, мы создаем файлы, которые могут быть открыты впоследствии в бесплатном, свободном, распространяемом рендере PAW Ray. На основании которых может быть сделана высококачественная визуализация трехмерной картинки с освещением, текстурами, рейтрейсингом, тенями и так далее. С качеством не хуже, чем создает, например, большие коммерческие продукты вроде 3D Studio Max. Только это будет все бесплатно, на свободной лицензии. Вот это формат PAW, PAW Ray. Если вам нужно, например, ставить красивую визуализацию вашего трехмерного объекта из созданного в CST Microwave Studio в, например, презентацию или в статью, имеет смысл не делать скриншоты с экрана, потому что визуализация объектов в CST Studio недостаточно качественна, на мой взгляд. А экспортировать формат PAW, скачать, установить продукт PAW Ray, открыть в нем геометрию и визуализировать ее намного-намного качественнее, чем это может сделать CST Microwave Studio. На этом сегодняшняя лекция заканчивается. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...